Если там Лёша где-то будет стоять, у меня будет возможность шарашить в кады пальцами, где я точно пальцы не сломаю. Это будет сделано. Дальше. Удары, которые, рубящие в шею, как бы, отсюда, 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 все тоже будут производить. Если удар прямой будет кулаком, то он будет в хряще носа. Вот сюда. Почему? Чтобы сломать хрящи носа, добиться максимального болевого эффекта. Больше ни для чего. То есть никто в подбородок бить не будет. Почему? Потому что нокаутировать человека в подбородок надо уметь бить. А если в нос попасть, так или так, неважно, хрящи поломаются, болевой эффект и больше ничего не будет. И, соответственно, у меня нет оружия. Я где-то тоже поднял руки как-то. Алексей бьет в подбородок, например, да? Я спокойно как мужом убираю, вы видите, да? И, соответственно, мне отсюда удобно куда бить? Корло. Видите, да? Мне отсюда, возможно, будет удобно бить. Гука. Соответственно. Если Алексей будет меня там двумя руками бить, да? У меня первый удар, я вставляю руку, видите, я уже блокирую ту руку. Ему, чтобы теперь ударить, нужно вытащить эту. А я вспоминаю, руку просто вставляю, вот рука. И в нос ему, прямо в хрящи носа. Бах, и все. Бить я его не могу, поэтому, к сожалению, скрежеток костей вы не слышите и рваных барабанных перепонок не видите. Я понимаю, что вам очень хочется увидеть, но нет у меня такой возможности, не знаю. Может, вы там где-то тренироваться будете и себе это все покажете. Поверьте, зрелище неисприятнее. Дальше. Локти бьют точно так же. То есть, и защищаются, вы видите, да? Второй удар, я руку вставляю. Вот удар боковой одной рукой. Первый удар, второй заблокировал. И удар. И, соответственно, удар будет куда? В нос. Рука будет вставлена на следующий. И опять удар в нос. Отсюда. То есть, если что-то, например, будет боковым ударом меня бита. Руку вставляю, смотри, как он отклоняется. Это уже не рабочее. То есть, ну то, что я делал, вот эти удары. И ревод свой удар идет, я говорю, раз. Оп. Видите, где рука уже? Здесь ударить не может, разогнуть, куда меня бить? В голову. Даже если будет бить, я его заблокирую. А здесь я уже буду думать, как его ломать. Геометрию ему, прежде чем нанести удар. Понимаете? Да. Да. Допустим, Леша мне будет там двумя боковыми бить. Геометрию. 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 И как вы там мучите? С выпадом меня ударит. Удар пойдет, я отсюда, сразу, навстречу, в нос. Раз. Второй, солнечное сплетение, видите, его сложил. Нож у меня в руке, все. А дальше замахли, что мне нужно. Если свалить, то я свалил, держу нож. Могу обрезать горло, ну порезать, а могу держать, до тех пор пока не подойдут, так сказать, добрые товарищи, которые его упакуют. Если надо, если это НКВД вариант. Ну, спецслужбку это вариант. Дальше там, Леша может, например, сверху меня ножом ударить, да? Удар, смотрите, вот, смотрите, что я делаю. И вот оно ухо, смотрите, я его вот вижу отсюда, да? Я его могу работать, ухо. Отсюда могу работать что? Оттемь, и отсюда, соответственно, ребро ладони, опять, может, видите? Вот я забрал нож, и дальше я могу, что мне? Ну, убивать? Убивать. Под контроль, под контроль ножом. То есть, в зависимости от того, что мы, как мы с вами будем делать. Следующий момент. Предположим, у меня нож будет, да? Я его покажу, спрячу сюда. Утар идет, например, да, Алексей? Я ухожу раз, и нож у меня уже в руке, да? Дальше следующий удар. А, соответственно, уже, вы понимаете, меня не сильно хорошо, да? Дальше, например, Леша меня атакует кулаком, например, да? Я говорю, я оп, нож достаю, он замер, видите? Дальше я могу, что? Раз, руку обрезал, ударил в ухо, да, например, и сюда посадил его. Вон, видите, вот у меня, сложился под меня. Совершенно спокойно. Опять нож взял, вот он висит там на поясе где-то. Леха меня атакует, давай я ему раз, ну, только и прямо из ножен. Видите? То есть пролетел над плечом. Я его убивать не хочу, просто пролетел. И тут выпад. Вернулся в состояние выпада. Он мне теперь что? Нож нужно, вот правильно. А я его раз, и опять что? За горло ножом, и дальше делаю, что не нужно.